В Чите началось оглашение вердикта по делу солдата-срочника Рамиля Шамсудинова, расстрелявшего сослуживцев. Присяжные единогласно признали подсудимого виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двоих. Присяжные также сочли, что рядовой заслуживает снисхождение. Защите не удалось доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны старшего призыва, контрактников и офицеров. Ожидается, что приговор Шамсудинову будет оглашен до конца этого года. Начальником ОМВД по Забайкальскому краю назначен полковник полиции Вячеслав Яговцев, соответствующий указ сопрезидент Владимир Путин подписал накануне, об этом сообщает газета «Коммерсант». В сообщении уточняется, что весь служебный путь Яговцева связан с прикамьем. До назначения он занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе главного управления МВД по Перемскому краю. Предыдущий начальник Забайкальского ОМВД Александр Щеглов в ноябре был назначен начальником главного управления МВД по Перемскому краю. Правительство России дополнительно выделило Забайкальскому краю 440 миллионов рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Край потратит их на реконструкцию путепровода над железной дорогой и моста через реку Ингада в поселке Дарасун Карымского района, а также на капитальный ремонт Каштагского моста в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта. В сообщении добавили, что в ближайшие три года Забайкальский край получит на этот нацпроект больше миллиарда рублей. 53% родителей рассказали о беспрецедентном отставании детей по школьной программе. В опросе поучаствовали и руководители школы 65 регионов. Практически половина из них указали на минимальное отставание. Каждый пятый заявил, что в его учебном заведении дети и вовсе учатся по плану. При этом директора назвали причины отставания ежегодные летние каникулы, уточнив, что подобные показатели фиксируют каждый год. Родители же винят в сложившейся ситуации перевод на дистанционное обучение и неготовность учителей к онлайн-занятиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова